Сочетание походы в горы и беззаботных дней на пляже с купанием, нырянием и наблюдением за морской фауной это поразительный микс, заряжающий нас на долгое время. Это видео для тех, кто собирается в теплые походы вдоль морского побережья. Сегодня мы разберем нюансы такого отдыха, я расскажу вам, что взять с собой и без чего можно обойтись, а также немного затронем тему и даже философию ультралайт-снаряжения. С вами Сергей Голубев, я гид-организатор тур-клуба «Вместе». В моем послужном списке есть много таких походов. Это, конечно же, Крым, Турция, Абхазия и скоро еще кое-куда отправлюсь, но об этом расскажу вам чуть позже. Мне есть, что рассказать на эту тему и чем с вами поделиться. Немного про сезонность. Вышеупомянутые приморские регионы в июле и августе невероятно жаркие. Рекомендую планировать поездку на конец мая либо начало июня. Или же сентябрь-октябрь. Море уже либо еще теплое. В горах и каньонах не так жарко, как в июле. Весной полные редники. Осенью с этим немного похуже. Да и народа не так много, как в разгаре лета. Как спланировать маршрут? Легко. Можно довериться и пойти с гидом и тур-клубом, а можно погуглить, посмотреть пару лекций и отправиться самому. Экономия небольшая, но если любите приключения, то дерзайте. Итак, самые популярные и красивые, на мой взгляд, маршруты в номинации «Море и горы». Крым. Большая севастопольская тропа. Отличный маркированный маршрут. Множество указателей. Можно ходить частями. Есть удобные сходы с маршрута. Частично можно проехать на общественном транспорте, а также сплавиться по побережью на морском каяке. Из минусов. Есть участки без воды. Придется тащить с собой, либо покупать местами. Также есть платные стоянки на пляжах, например, на урочище Инжир. Есть запрет на костры в пожароопасный сезон. Это нужно уточнять на сайте лесничества. Общая протяженность – 117 километров. Невероятно красивый и относительно несложный маршрут. Потрясающие дикие пляжи. Белые скалы и дремучие влажные леса, изрезанные прохладными каньонами. Но вы сами все увидите. Абхазия. Весьма интересный регион. Так как утром вы можете топтать снег в горах, а вечером уже провожать закат на морском побережье. Готиприимство и разнообразная природа региона не оставят радушными даже самых искушенных путешественников. Горы, джунгли, водопады и теплая морька – просто комбо. Минусы. Для передвижения и забросок нужно иногда пользоваться трансфером. Дороги не везде хорошие, поэтому этот момент нужно учитывать при тайминге и финансовом планировании вашего путешествия. Турция. Во удорокругах про Ликийскую тропу не слышал только уж очень ленивый турист. Место очень популярное, приманивающее к себе множество туристов со всего мира и нашей страны. Проходит тропа вдоль побережья Средиземного моря. То и дело, балуя нас ночевками в кемпингах и стоянках у моря. Минусы. Костры под запретом практически круглый год. Сложная дорогая логистика из РФ. Привычные нам продукты в питании очень тяжело найти. Возможно, есть смысл брать их с собой из России. Ну и, конечно же, там очень жарко, особенно с июня по август. Как вы поняли, в этих регионах нам можно немного облегчить свой рюкзак. Да и сам рюкзак взять поменьше. Поэтому рюкзака ГРД на 35 литров будет достаточно. Спать можно как на пенке, так и на надувном ковре без утеплителя. Первое дешевле, но везти ее в багаже в Турцию, например, будет неудобно. А коврик легко убрать внутрь рюкзака. Вот он для сравнения коврик. А вот пенка. Палатка. Берите максимально проветриваемую с большим количеством сетки. Или если идете один, то гамак будет интересным вариантом. Но попробуйте сперва поспать в гамаке до поездки дома. Либо в парке. Не всем подходит такое вид жилища. Спальник. Смотрите, какой малыш. Гравитон лайт на плюс 6. Легкий и очень компактный. А запас температуры имеется даже для редких, но холодных ночевок, если идете в межсезонье. Кухня и посуда. В жару есть особо не хочется. Да и часто выдается возможность перекусывать в кемпингах, кафешках или полакомиться свежими фруктами. Поэтому такой вот горелки, типа сплавовского фастбойла, мне бывает достаточно для базовых кулинарных решений. Но если вы идете абсолютно автономно и планируете сами себе готовить, то ждите наш выпуск про походную кухню и посуду. Трекинговые палки. Легкие и прочные карбоновые палки не только станут надежной опорой на сухих сыпучих спусках, но и помогут в установке тента в лагере и других хозяйственных делах. Вес одной такой палки всего лишь 195 грамм. Но помните, что если вы летите только с ручной кладью, то с провозом палок могут быть проблемы. Пончо-тент. В жару тоже пригодится, чтобы спрятаться от назойливого солнца или, пускай, редкого, но дождя. А если идете с гамаком, то он просто необходим. Июньские грозы тоже могут попытаться остудить ваш походный пыл, но используя пончо по прямому назначению, то есть на себя, вы сможете продолжить ваше путешествие в любую погоду. Тент весит всего 360 грамм. А сколько пользы? Берем. Гермомешки. Иметь лучше два разных литров на 6, как эти. Хотя спальник и коврик иногда легче упаковать в 1 на 12 литров. А в маленький положим электронику и документы, например. Бутылка для воды. В вышеупомянутых регионах встречаются участки вообще без возможности пополнить драгоценную жидкость. Поэтому так важно иметь статистический запас и складную канистру для запаса воды. А под рукой всегда должна быть бутылка хотя бы на 1 литр. Не лишним будет взять с собой портативный фильтр. Вода в родниках бывает не лучшего качества. И чтобы вам не оторвало ноги, посреди похода лучше пользоваться фильтром для воды. Одежда. Мы собираемся в жаркий регион, поэтому набор экипировки тут легче. К примеру, термокопта с капюшоном или легкая рубашка будут вашим спасением от жары. Обязательно берите Панаму с широкими полями. Тонкие перчатки и баф также уберегут вашу кожу от ожогов. Короче, выходя на тропу, вы должны быть похожи на героя фильма Дюна, только с рюкзаком. Даже в жарких регионах вечером становится прохладно. Для комфортных посиделок на берегу моря по ночам лучше всего взять флисовую толстовку. Я люблю и рекомендую толстовку Эль Торо. Это пушистый гридовый флис. А если ожидаете низкую температуру или выходите, допустим, в межсезонье в эти теплые регионы, то можно захватить пуховый жилет. Он мало весит, а тепла дает очень много. Например, жилет Чимган в размере 40-8 весит всего лишь 200 грамм. Про ноги тоже не забывайте. Икры сгорают до характерного хруста, а SPF не всегда помогает, либо им пользуются неправильно. Поэтому легкая термобиллиона низ будет очень кстати. Для этого отлично подходит тончайшая термобиллион Моушн. В сочетании с легкими шортами очень комфортно и удобно. Если шорты вам не подходят, то отличным вариантом будут брюки Action Flex Light. Ребята, как бы ни было жарко, но куртка-ветровка нам тоже нужна. Брать с собой мощную мембрану, такую как баланс, нет смысла. А вот что-нибудь из серии Minimo – отличная идея. Не забудьте про очки. Не только про солнечные, но и для плавания. Понаблюдать за подводным миром ничуть не хуже, чем топать по тропе с рюкзаком. Обувь в теплых походах по сухим регионам может быть и без мембраны. Но главное – с хорошим сцеплением и глубоким протектором. Лично я выбираю трекинговые кроссовки. Но если ваш голеностоп нуждается в поддержке, то выбирайте более высокие ботинки. В случае с короткой обувью вам на помощь придут мини-гамаши. Они не позволят камушкам и лесному муцеру попасть внутрь ботинка. Полотенце. Как ни парадоксально, но в наши морские ультралайт-походы я беру полотенчик побольше, чтобы на пляже постелить его и лежать загорать, например. А вот если у вас пенка, а не надувной коврик, то можно использовать ее, но полотенце взять уже поменьше, только для обтирания тела. Электроника. Я беру с собой пауэрбанк, кабели и какую-нибудь небольшую гирлянду или светяшку для лагеря. Есть такая функциональная штука. Тут есть все необходимое. Еще и насос. Им удобно надувать вышеупомянутый матрас. Часто спрашивают про солнечную батарею. Тут, друзья, на ваше усмотрение. В моих путешествиях мне удавалось заряжаться в кафе и кемпингах. Ну или, на крайний случай, у местных жителей. Трекинг у моря всегда отличается особым южным настроением. Соленый воздух, перемешку с хвойным запахом, послевкусие от свежих фруктов и привкус соли на губах. Все это надолго откладывается в вашей памяти. А с правильно подобранной снарягой эти моменты станут еще более комфортными и безопасными. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. Пиши в комментариях, что на твой взгляд я забыл положить в рюкзак. И делись своими лайфхаками и жарких походов. Ходите в походы, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова